И я сегодня хочу поблагодарить академика Островского за прекрасный доклад, так что очень многие вещи не нужно рассказывать. Там есть некоторые вопросы, которые можно было бы потом обсудить в более частном порядке по поводу фотофармакологии, потому что там есть перспективы, о которых я буду говорить. И еще раз хочу попросить прощения, потому что часть докладов будет немножко популярной, часть, потому что я думаю, это научная конференция, там будут проявлены каналы, мутации, какие-то более сложные вещи. Вот поэтому, если у кого будут вопросы, после доклада можно будет все обсудить вообще в каждый момент. Я буду здесь до конца конференции и до конца школы. Вот. А здесь ничего не показывать, да? Ну ладно, тогда я буду сюда смотреть. Значит, вот в последние годы, как уже говорили, значит, свет стал чрезвычайно популярным фактором для исследования клеток. Значит, развито три основных направления. Это оптогенетика, оптосенсорика и оптофармакология. Я ее люблю назвать фотофармакология, потому что, чтобы отличать от того, что там намного меньше генетических отличий, которые вот есть. Про оптогенетику уже говорили довольно много. Я буду рассказывать еще об этом на школе, некоторые подробности, которые вот были. Вот оптосенсорика – это то, чем мы занимались довольно много. Это измерение активности нейронов. А здесь есть переключатель какой-то? Как показывать указочка? Ага. А вот оно, вот оно, да-да. Ой. Ладно. Это изменение активности ионов и многих вещей с использованием фотосенсоров. Попробуйте. Что? Что? Что вы переключало? Вот. Да, неважно. Ой. Значит, все. Значит, вы у меня и здесь убрали все. Так, я просто… Ну, что вы сделали? Вы не переключаетесь. Так, все. А так, все. Пожалуйста, давайте, давайте будем… У нас время идет. Вот. Значит… Вы не говорите, а вы… Да почему же вы… Ну, переключайте тогда, но я так… Нет, я так не смогу. Ну, переключайте, я так не смогу. Сейчас это все. Работает? Нет, это интенсивно, наверное, надо. А, вот чем это. Да, да, да. Работает? Нет, нет. Шифр. Он просит шифр отдать. Да что же это такое? Никогда у меня такого дня было. Я с накидом слышу, мы все время. Вот так работаем. Ну, это в руку, вручную. Давайте я вручную. Будем проследить следующий слайд. Вот, по-моему, сейчас вылистаете или я? Вот я, по-моему, листаю. Вылистаете, да? Все. Все, работа пошла, да? Так, все, ради бога. Значит, поехали дальше. Вот, значит, что такое фотофармакология? Я ничего здесь отсюда не вижу, я спущусь вниз, чтобы можно было видеть вот так вот. Значит, фотофармакология – это создание химических соединений с помощью, управлять функциями биологических молекул с помощью света. Значит, у вас есть молекула, которая находится в одном состоянии, вот, отдается определенной длины свет, который переключает ее в другое состояние. Вот, и эти способы, так сказать, стали использовать, в принципе, это было обнаружено довольно давно, очень давно, эволюционно. Это было сделано еще в начале нашей эволюции с помощью света, естественной терминали, а сейчас это используется в фармакологии. Значит, применяется она для контроля клеточной активности, для регуляции структуры белков, ферментативного катализа, фотоконтроля пептида, управления активностью ионных каналов. Я только что вернулся из конференции в Германии, где мы обсуждали очень многие эти вопросы. Здесь я не буду об этом говорить, может быть, на школе, если будет больше времени, я расскажу об этом более подробно. Она развивается очень интенсивно и очень быстро, это направление. Значит, в чем основная идея? Идея заключается в том, что при фармакологии, когда вы выпиваете таблетку, таблетка идет, и не специфически она работает, и используются только препараты, которые действуют на какие-то определенные органы, но практически все препараты, они имеют какие-то побочные действия. А фотофармакология заключается тем, что вы просто употребляете, это идея пока еще сказать, вы употребляете препарат, включаете свет, и вы можете в определенной точке просто изменить активность и можете в определенной точке действовать. Поэтому специфичность действия намного более высокая. Каким образом можно менять изменения с помощью света, изменения активности ее? Прежде всего, здесь есть ключевые светоправляемые молекулы, которые меняют свою конформацию, либо изменяют заряд, который существует на этих клетках. Есть основных три класса фотопереключателей, которые существуют. Один, это очень популярный, это азобензен, который вот наверху есть, который из трансконформации переключается в цисконформацию. Переключение очень быстрое происходит, его очень много делать, но в принципе не всегда очень быстрое, потому что я буду говорить о добавках, которые потом прибавляются, и эти добавки, они изменяют, с одной стороны, они изменяют скорости переключения, но с другой стороны, с помощью этих добавок можно изменить спектральность, потому что сейчас азобензен, он работает при действии ультрафиолета, и мы сейчас просто используем ультрафиолетовые вещи, но сейчас идет очень много делаться для того, чтобы делать сдвиг. Сейчас уже делается зеленый свет и переход, может быть, в более даже красную область для того, чтобы это можно было менять. То есть там есть направление, которое делается и которое действует в этом направлении. Диаретил литены, которые переключаются из закрытой в открытую форму, вот здесь вот этот шестигранник, он из открытого состояния в закрытые состояния переходит. Конформационные изменения очень небольшие, вот что является очень важным, является важным изменение полярности молекулы. Если молекула, предположим, она отрицательно заряжена, если она закроется, она будет нейтральной, становится нейтральной, либо какой-то другой. Таким образом можно управлять этими молекулами. И спиропираны, они были одними из первыми, которые были открыты в 50-х годах и используются в медицине. Я опять не буду касаться этого в некоторых направлениях для использования фотофармакологии. Они тоже переходят из закрытого в открытые состояния, как вы видите, с помощью света. Это небольшие конформации и большие изменения заряда. Они делают большие изменения заряда, которые существуют. Вот преимущества фотофармакологии, которые, сказать, вот видны, которые есть. Сейчас говорил Михаил Аркадьевич об этом, но сейчас я немножечко скажу. Они обеспечивают высокую целенаправленность действий элегантов. Я уже сказал, и есть возможность, там есть некоторые проблемы, но можно это делать. Можно их использовать без генетических модификаций. Есть с генетическими модификациями, я об этом буду говорить, но есть и без генетических модификаций, которые являются очень перспективными для будущего. И они позволяют манипулировать широким смектором сигнальных каскадов во внутриклечных процессах. Они могут проникать внутрь клетки и могут работать, моделировать работу вторичных посредников и других структур внутри клеток, которые есть, которые работают. Вот и перспективные используют, это прежде всего зрение, онкология, антибиотики, регуляция давления, нейропатологии и другие направления сейчас идут в клетках, которые вот есть. Перспективы очень, довольно большие. Доставка света, да, доставка света, естественный свет, это идет в сетчатку, но сейчас тоже идет технология, разрабатывается очень много методов, очень много способов для того, чтобы можно было доставлять свет в определенные области, как это делается. Сейчас над этим работает много очень активных групп, которые бы это делали. Вот, и значит, вот что такое азобензин. Значит, два бензольных кольца, вот расстояние здесь примерно 10 ангстрем в трансконфигурации, в цисконфигурации это примерно 5 ангстрем, в два раза почти не сокращается. Это очень большие конформационные изменения, как видно. Представьте себе, что здесь находится кусок молекулы, вот это вот, например, вот это вот азобензин. Если к нему добавить какой-то эффектор, вещество, например, которое специфически взаимодействует с определенным рецептором. Если вот эта вот добавка не будет менять взаимодействие с этим рецептором, то тогда это будет очень эффективное вещество. Значит, тогда, значит, есть переключатель, делается линкер, на определенную длину его нужно доставлять, какая длина вот может быть, и эффектор, который вот работает. Это так называемые растворимые фотохромные соединения. Вот за ними очень большие перспективы, потому что их можно действительно давать им, модельным животным. Вот они просто их будут проглатывать, а потом можно делать освещение. То есть не нужно как будто бы делать каких-то больших манипуляций. Есть другие так называемые прикрепляющиеся фотохромные соединения. Что это такое? Это такая же самая структура. Ой, как она работает? Такая же самая структура, эффектор, линкер, переключатель, и к нему добавляется якорь. Этот якорь прикрепляется к определенной молекуле, но нужно, чтобы он прикреплялся в определенном месте. Потому что если он будет далеко, либо близко, тогда он будет либо недоставать, либо будет проскакивать в какое-то другое место, которое могло бы быть. Например, управление рецепторами. Здесь вот эта вот группа, которая сейчас, вот эта вот группа, это малеймид, который вот есть. И малеймид через стистоин, взаимодействует с стистоинами рецептора. И тогда с рецептором, когда вот он хватается, вот таким вот образом, когда дается свет, он переходит из трасс в СИНС конфигурацию, и он активирует этот рецептор. Канал был закрыт, канал открыт. Значит, когда вот вы даете ультрафиолет, например, любую другую длину волны, которая регуляет, идет генерация тока, идет его выключение. Вот так вот они работают, светоуправляемые. Это идея, которая есть, и которая реализуется сейчас уже, так сказать, во многих лабораториях. Первым рецептором, который был светом управляемым, является рецептор, некоторый астилхолиновый рецептор. Вот на рукой двигаем, здесь работает синапс, вот Лев Гиршин, здесь Эдит, который провел очень много лет для исследования этого рецептора, у которого я когда-то где-то вот мы учились. Вот, и первым человеком, одним из первых людей, который показал, что можно использовать эти соединения для модуляции рецептора, был Хенри Лестер. Вот, он работал, они работали тогда в лаборатории Эрлангера, и в конце 70-х годов были сделаны, я показываю здесь только один рецептор, модулятор, который вот есть, азобензен, который вот здесь есть. Здесь вот через цистеины он взаимодействует со астилхолиновым рецептором, а здесь есть вот астилхолиновая группировка, которая взаимодействует, которая вот может быть, и которая работает. Это было сделано, вот я просто показываю фотографию Лестера в 79-м году, это как раз примерно, я тогда с ним встретился, как раз когда вот мы были, вот пересекались. Вот он был такой вот молодой, значит, вот мы тогда обсуждали вот эти вот вещи, как можно с помощью света, вот здесь вот смотрите, вот дается, так сказать, вот ответ, есть ответ, здесь подается ультрафиолетовый свет, и тогда он переходит в цист конфигурации, которая вот может быть. И переходы происходят очень быстрые, которые вот они были, они использовали и активаторы, и блокаторы, и что было сделано, я не буду вдаваться в подробности, что было показано, тогда все очень аккуратно считали, мы сейчас тоже стараемся аккуратно считать, но мне кажется, что вот точные измерения, они куда-то уходят, мы все хотим делать практически изменения, что очень важно, чрезвычайно важно, но вот такие вот базовые расчеты, они куда-то далеко уходят. Тогда было впервые показано, мы тогда спорили, с какой скоростью происходит переключение рецептора, и вот Лестер и сотрудники показали, что есть абсолютное время между взаимодействием органиста с рецептором и открытием канала, оно меньше, чем 10 микросекунд при 23 градусах. Короче, они не могли посчитать, но это, в общем, было показано, что это чрезвычайно быстрый процесс, как потом оказалось с исследованием одиночных каналов, которые вот они были. Значит, дальше исследования на астилхолинном рецепторе как-то где-то прекратились и долго не использовали вот эти вот соединения до тех пор, пока не стала известна кристаллическая структура астилхолинного рецептора. Во-первых, это вот был получен астилхолин, связывающий белок в 2001 году, когда было четко показано, как работает рецептор и где находятся там цистеиновые группы, потому что Лестер использовал и другие, они использовали цистеины, которые находятся вблизи рецептора. Просто очень повезло, что у астилхолинного рецептора есть цистеины, которые находятся на том расстоянии, где рецептор, где этот фотопереключатель может работать. И особенно большой вклад сделал ОНМИН, который сделал высокого разрешения никотиново-стилхолиновых рецепторов с разрешением 4-Альстрема и выше, которые вот они были сделаны. И тогда стало понятно, куда можно подключать, делать мутации, как Михаил Аркадьевич говорил, трансплантацию, которая вот она была. Вот здесь вот это вставляется в молекулу астилхолина, в бета-субъединицу, вставляется дополнительный цистеин, аминокислота, к нему прибавляется вот это вот соединение, которое состоит, как вы видите, от астилхолин, это азобензен и это молиумид, это якорь, это переключатель, а это активная молекула, которая работает. Можно сделать это активатор, можно сделать тормозной, если сделать здесь хомоколин, тогда взаимодействует, чувствительность к рецептору очень маленькая, и тогда это вещество будет работать как тормозящее вещество. Это фотоактиватор, это фотоингибитор, который работает. Вот в 12-м году была сделана работа, потом в 14-м году они повторили, были очень хорошие. Вот из работы 12-го года они сделали мутации в разных участках, поставили цистеин, и вот этот цистеин-63 оказался таким, когда он работает абсолютно точно на том расстоянии, где может происходить очень эффективное изменение при фотоактивации. И вот здесь, вот смотрите, вот это вот ответы, дается ультрафиолет, идет довольно большой ответ, вот это вот максимальный ответ, он почти как максимальный ответ при агонисте. А как дается 500 нанометров свет, идет выключение. Так можно переключать много раз, как они работают. И были получены фотоингибиторы, которые работают точно так же, вот это вот нормальный свет, и когда дается у ультрафиолет, тогда происходит ингибирование ответов, которые могли бы быть. Таким образом, получены избирательные модуляторы, которые работают на нашей концовой пластинке, либо человека, либо лягушки, и просто работают в мозге. Для альфа-седьмого рецептора тоже получены фотоуправляемые модулирующие соединения. И очень, вообще, такой, я бы сказал, большой всплеск в этих исследованиях, произвели исследование Пао Горостицы и Исакова, в Беркли, Исаков работает в Беркли, а Пао Горостицы, это замечательный испанский ученый, который поехал к нему, и они делали вот эти исследования на ацелхолиновом рецепторе. Была сделана та же самая структура, это азобензин, линкер, глютамат и молиимид, который сюда вот подходит. Уже до этого была известна, вот кристаллическая структура была сделана, было известно, где находятся те цистеины, которые могут, которым можно прикрепиться, чтобы в цист-конформации можно было активировать этот рецептор. И когда к этому подсоединили, стали подсоединять рецептор, то картинка получилась очень красивая и замечательная. И вот это вот, вот такая вот написана, вот здесь вот он прикреплен, это вот модель, как она работает, вот это в транс-конформации, в цист-конформации идет активация глютаматного рецептора, вот это вот его экспрессия в нервной клетке, а вот это вот просто ответы генерации потенциалов действия, когда действуют вот этим вот веществом при подаче ультрафиолетового света. Вот этот зеленый, это вот ультрафиолетовый зеленый, ультрафиолетовый, тогда так вот было. Потом я убрал этот кусок слайда, думал, что слишком много будет. Значит, сейчас сделаны молекулы, которые сдвинут спектр уже намного далеко, уже можно в световом спектре вызывать торможение, а еще в более красном свете вызывать возбуждение. То есть работает уже при нормальных длинных волн. И когда вот этот вот глутаматный рецептор мутированный вставили в зеброрыбку, трансгенную зеброрыбку, которая была, я люблю очень, так сказать, вот это изображение, вот это вот зеленым показано, где экспрессируется вот этот вот иглу-6, в котором цистеин поставлен в группу 439, в зеброрыбке, которая вот есть. Вот они вот распределены. Зеброрыбка – это замечательная рыбка, она прозрачная, и она любит стоять в одном месте неподвижно. Но вот когда что-то ее пугается, есть так называемая эскейп-реакция, она очень быстро двигается и убегает очень быстро из этого места. И вот я покажу здесь очень коротенько, если получится. Вот здесь вот она стоит, видите, и когда к ней чуть-чуть прикоснуться, она мгновенно улетает, которая вот очень быстро. Это вот в нормальном свете, видите, 500 нанометров, вот там вот видно. А теперь переключаем на 380 нанометров. Вот смотрите, значит, она бедненькая ее двигает, вот она сдвинется, никуда не может. То есть она тормозится, идет полное торможение. То есть это управление уже, так сказать, на уровне, ну, такого вот простого животного. И сейчас вот у нас была как раз на конференции, у нас есть группа, я об этом сейчас немного буду говорить как раз, вот где в Испании работает на моделях зеброрыбки и других, так сказать, простых моделях. Не используют млекопитающих для того, чтобы как-то вы их сохранять. И на этом очень просто можно работать. Вот, и там есть очень хитрости, где это можно исследовать, можно использовать. Вот, а вот мы занимаемся уже вот в последние годы довольно много. Это исследованием функций и модуляции гаммг и глициновых рецепторов. Значит, я просто сделаю просто очень, буквально два слайда, что это такое гаммг и глициновые рецепторы. Значит, есть три класса гаммг-рецепторов, габа-А, габа-Б и габа-Ц. Габа-А и габа-Ц это ионотропные рецепторы, ионотропные каналы. Они пропускают ток при активации. Габа-А это классический, который у нас находится в мозге, 40% синапсов в нашем мозге имеют эти рецепторы. Клонировано 19 субъединиц, более порядка 800 разных подтипов. Это огромное разнообразие, которое выполняет самые разные функции. Это такие огромные, очень сильные, так сказать, города, которые вот есть. Значит, основные амино, то есть субъединицы альфа, бета, гамма, есть другие. Значит, габа-Ц это гаммомерные рецепторы, которые состоят из трех субъединиц. Ро-1, Ро-2 и Ро-3. Вот эти габа-Ц рецепторы, одним из первых открывателей был Рикардо Миледи, который в 90 лет ушел в конце прошлого года. Это замечательный нейрофизиолог. Они сделали, клонировали, они показали, что это удивительный рецептор, с одной стороны, по своим свойствам. Он недосенситизирует, он активируется. Вы видите, потом трейсы, у него такая вот плоскость и очень-очень медленная отмывка, активация. И эти рецепторы, что очень важно, что очень интересно, они находятся в сетчатке. У нас их очень много, они работают и очень важны для зрения, для модуляции зрения, которые есть, которые может быть. Фармакологические, значит, они очень сильно отличаются от габа-А-рецепторов, потому что они высоко чувствительны, они намного более чувствительны, почти на порядок более чувствительны, чем некоторые габа-А-рецепторы. есть габарит рецепторы тоже высокочувствительный но как большинство они отличаются от них они не чувствительны бикукулину вот где за паму их барбитуратом который отличается вот такие вот основные субъединицы теперь габа а рецепторы это пентомеры они относятся к семейству циспительных рецепторов которого здесь они состоят из пяти субъединиц и вот есть места где вот это вот ионный канал это они он избирательный канал они они он избирательно не пропускает пропускают хлор то есть они когда я не активируется не вызывает гиперполяризацию клетки почему потому что внутри клетки хлора очень мало очень мало там порядка 35 миллимоль и поэтому когда канал открывается это тогда хлор входит внутрь клетки вызывает гиперполяризацию вот значит на границе значит габа субъединиться вот гамма субъединиться она очень интересная очень важная потому что есть у нее есть взаимодействует с аластерическим сайтом аластерические сайты так называемый бензодиазепиновый сайт еще потому что есть молекула вот без бензодиазепиновый диазепам который работает вот на как раз вот на на это соединение я скажу сейчас почему сказать это очень важно значит есть 2 2 сайта для взаимодействия с с гаммк вот который вот есть вот значит вот бензодиазепиновый сайт он в конце 60-х годов стал чрезвычайно популярным потому что обнаружили вещество которое которое вызывает модуляции поведения нашего кота в эту и стали использовать фармакологии для когда у человека а сами я либо какие-то друг другие вот вещи используются диазепамы они были одни из наиболее частость применяемых соединений начиная 63 года 68 по 82 год они они были наиболее используемы продаваемые медицины в соединенных штатах америки по крайней мере соединениями то есть они до сих пор очень популярны по этому поводу было опубликовано наверно десятки тысяч работ которые в самых-самых раз самых разных исследований вот и очень долго думали что бензодиазепин вот эти вот самые разные форма кодеки соединения они действуют вот на этот сайт вот этот сайт действительно оказался он высокой чувствительности сайт он взаимодействует в на на малярных концентрациях но нужно сказать что и аластерические соединения они при максимальных концентрациях отцилхолина они более высокий ответ не дает они просто вызывает продление ответа и продление ответа вызывает более длительное торможение и когда у человек, значит, ему, значит, у него бессонница, у нее эту аптеку, говорит, дайте мне что-нибудь от сна, ему дают какие-то, давали, по крайней мере, раньше вот эти вот бензодиазепины. Но при более тщательных исследованиях, казалось, что есть еще другой сайт между альфа-1 и бета-2 собъединенницей. Между альфа и бета-собъединенницей это второй сайт, который тоже вызывает потенциацию, но в более высоких концентрациях. Это уже микромолярные концентрации. И в 2000-м году вышла работа в Нэйче, которая показала, что есть еще третий сайт, который работает в хлоре канала, то есть в поре канала, хлоризбирательного канала, и вот трансмембранный домен, второй трансмембранный домен, это пора канала, и здесь он вызывает, он взаимодействует где-то вот сверху и как-то затормаживает релаксацию канала и идет потенциация, которая вот была сделана. Таким образом, вот диазепам является чрезвычайно интересной молекулой для того, чтобы можно было бы его использовать для фотофармакологических исследований. Это была логика, значит, которую мы использовали вот при обсуждении с химиками, это немецкие химики, у нас просто очень давно, уже более 10 лет, вот это вот Бурхардконик, я умудрился за 10 лет не... У меня есть его фотографии, но просто почему-то нет очень резкой фотографии не оказалось. Он замечательный химик, это школа в Регенсбурге, который вот делает очень хорошее фармакологическое соединение именно для фотофармакологии, которая есть, которая вот может быть. И мы использовали вот это вот молекулы диазепама, и почему она очень интересна еще, потому что, посмотрите, вот это азобензин, у него бензольное кольцо, беззонное кольцо, которые связаны, вот, а это диазепам, он очень хорошо встраивается, сюда нужно просто подсоединить эту молекулу, и тогда вот этого часть, она будет при переключении, при действии света, она будет переключаться, которая есть, которая вот может работать. Вот. И вот такое соединение было сделано, мы и исследовали его, прежде всего, это моя аспирантка, она защитилась в этом году, уже из Украины, из Киева, Галя Малиева, из Института физиологии. Вот. Значит, мы экспрессируем в клетке, ЧО-клетке, либо ХЕК-клетке, мы экспрессируем ДНК с помощью липофектамина, ДНК глицинового рецептора, либо рецептора ГАМК, либо РО-рецептора, самым любым, который вот может сделать, мы знаем точно, какой рецептор здесь находится, а потом используем электрофизиологию, ПЭЧ-КЛАМП-регистрацию для исследования тока. И вот это вот одна концентрация, 0,3 мкм ГАМК, вот это вот 10 мкм, это 30 мкм. Видите, вот это вот. Строим концентрационные зависимости и смотрим, что там происходит, как это все работает. Значит, вот это молекула, значит, вот ДИАЗЭПАМ, вот это то, что я повторяю, вот это вот АЗАДИАЗЭПАМ, который вот есть, это в ТРАСС и в ЦИС-конфигурации, которая есть, которая не работает. Когда для контроля делается ДИАЗЭПАМ, который дается, значит, это вот ответ ГАМК, когда дается диазепам, он действительно потенцирует ответы, но UV, свет, не работает, ничего с ним не делает. Теперь, когда добавляется вот это вот вещество, вот это вот ответ на ГАМК, сейчас просто при другом потенциале, при плюс 39 ответ, когда дается это вещество, оказалось, что он не работает как потенциатор. Я был безумно расстроен, а потом обрадовался, вот когда стал больше думать. Почему, потому что оказалось, что он вызывает блок, вызывает торможение. Видите, уменьшается блок, когда даешь UV, он перестает работать, он выходит из канала, и так можно переключать много раз, сколько раз, сколько ты хочешь. Это при положительных потенциалах и при отрициальных потенциалах тоже самое. Вот видите, он ингибирует, когда даешь UV, он выходит из ингибированного состояния. Вот это вот такая вот вещь, это просто естественная дезинститизация, которая есть, которая вот может быть. Таким образом, и значит, оказалось, что когда присмотреться к этим регистрациям, то видно, что при положительных потенциалах степень ингибирования более высокая, чем при отрициальных потенциалах. Оказалось, что вот это вот соединение, они являются очень интересными для исследования вообще функции того, как работает ГАМ-канал и глициновый рецептор тоже, как они работают. Оказалось, значит, вот просто здесь делается, мы используем другой способ, так называемый рэмп. Мы вот это в один контроль, мы просто делаем плюс 80 милливольт, и потом делаем пилообразные напряжения изменения, потом возврат, и снимаем вольтамперные характеристики. И оказалось еще более четко, что действительно вот это вот контроль, вот видите, вот это вот после действия в видимом свете, вот это вот после действия этого соединения, а вот это вот восстановление, восстановление здесь частичное, потому что за это время происходит десенситизация, поэтому на ГАБА-рецептор он не полностью восстанавливается. И вот мы стали думать, значит, есть вот, если вы посмотрите, я просто за недостатка времени, может быть, подробно не рассказал, но думаю, что здесь очень многие знают, как устроены цис-рецепторы. Значит, есть большой экстраследно-клеточный домен, есть четыре трансмембранных домена, есть длинный внутриклеточный лоб, и второй трансмембранный домен строит ионный канал. Вот это вот ионный канал второго трансмембранного домена, и, значит, здесь есть вот эти вот альфа-спирали, которые вот есть, и так есть условные обозначения, 2, 4, 6, 4, 9, 4, 13, 4, вот это вот гидрофобный участок, а вот это вот здесь вот находится ионоселективный фильтр, который сидит, как он дает. Вот здесь вот происходит анионная либо катионная избирательность, потому что эти, они есть катион избирательный, например, для астилхолина, либо сиротонина, либо анион избирательный для глицина и для гамм, которые вот есть, которые работают. И вот мы стали, значит, смотреть их тогда, как они работают. Значит, если это работает на аластерический сайт, не на канальный сайт, то тогда при высоких концентрациях, Значит, не должно быть, это вещество не должно работать, а если вот при вот этих вот концентрациях оно не должно было бы работать, а если работает оно на канал, то тогда оно должно работать при всех концентрациях. И когда посмотрели вот это вот действие, вот это вот ответы, вот это вот уменьшение, вот даем UV, выходит из него и возврат, это при низкой концентрации, относительно низкой, ниже C50. А вот это вот при высокой концентрации вы видите, что работает точно так же практически. Мало того, если когда мы посмотрели количественно, то в этом случае более сильное ингибирование, чем в этом случае. А это говорит о том, что действительно это работает на канал, потому что при более высоких концентрациях время открытого состояния канала открывается, поэтому вероятность блокады больше, которая вот она работает. И, значит, таким образом вот эта вот первая часть нашего исследования, она значит, что азобензенный вот этого диазопамовый фотомодулятор является активным при низких и высоких концентрациях, работает как неконкурентный блокатор, ингибирование усиливается при более высоких потенциалах и сильный потенциалозависимость. Таким образом, это, наверное, работает как канал-облокатор, и вот мы здесь вот думаем, что он, значит, вот он сидит как раз в одном положении, которое мы раньше исследовали, я сейчас не буду говорить, это вот два штрих положения, которые вот может быть. И для того, чтобы более тщательно это исследовать, мы решили посмотреть, а что же будет на ГАБАЦ-рецепторах. Значит, я попросил, у нас были, мы когда-то раньше взаимодействовали с группой из Кембриджа, они работают на, у них есть РО-рецептор, значит, и вот мы прислали нам ДНК, и мы посмотрели их. Значит, я хочу вам сказать, вот сейчас вот этот вот трансмембранный домен РО-1 субъединицы ГАБАЦ-рецептора, это РО-2 субъединицы. Они абсолютно одинаковые, за исключением одного положения. В РО-1 это пролин, в РО-2 это серий, который вот здесь работает. То есть одна аминокислота только меняется. То есть это очень удобная, невероятно удобная модель для исследования, для того, чтобы можно было работать. Вот, и когда мы стали смотреть на РО-1, оказалось, что наше вещество не работает совсем. Оно не блокирует этот канал ни при ультрафиолете, ни в норме. Никакого эффекта нет, не проявляется. Вот, но когда мы взяли РО-2, я чуть даже, так сказать, прыгал от радости, потому что, смотрите, вот это вот ответ, вот, когда вы даете это вещество, оно ингибирует точно так же, как тот другой ГАМ-рецептор гетеромерный, который мы видели. Вот UV, оно выходит, полностью выходит. Почему это очень хорошее? Потому что здесь нет десенситизации. Вы видите, что ответы очень длительные, это 5 секунд, вы можете держать десятки секунд, ответ продолжается, который вот здесь. Есть ингибирование очень мощное, есть выход из ингибированного состояния, ингибирование, есть выход из ингибированного состояния. И опять оказалось, что при положительных потенциалах более сильное ингибирование, при отрицательных потенциалах менее сильное ингибирование, здесь это вот показано. И опять еще раз напоминаю, что различие только в одной аминокислоте, которая может быть. И значит тогда для того, чтобы это сделать, значит есть различие только в одной аминокислоте, что нужно сделать? Сделать мутации. Значит вот мы были сделаны мутации, и когда сделали мутации, значит вот пролин поменяли на серен, вот в РО1-субъединиться, оказалось, что она начинает так себя вести, как РО2-субъединиться. То есть мы восстановили вот эту вот вещь. А когда сделали в РО2-субъединиться с серен, поменяли на пролин, то наоборот уничтожили эту активность, которая вот могла бы быть. И потом, значит после этого мы работаем сейчас с группой модельщиков, которые, так сказать, проанализировали вот это вот состояние вероятности взаимодействия вот с этой и этой вот частью, которая вот может быть вот эта вот 2-с, здесь серен, который вот есть в РО2, а здесь вот Т-13, здесь трионины, которые вот есть. И вот математика показывает, что вообще вероятность в трансконфигурации очень большая в П-2 положении, в CYS конфигурации, это не здесь, это не Т, они поднимаются наверх, они поднимаются наверх и находятся где-то вот здесь вот наверху, и каким образом они не блокируют пору, которая может быть. Здесь более детальные просто связи, вот это вот серин, вот это вот С2 положение, вот здесь серин взаимодействует водород-водородные связи, вот, и здесь он взаимодействует другим концом с Т13, с Т13 связи у меня там есть кусок, так сказать, вот в фильме для того, чтобы вот, может быть, показать, я не знаю, нужно ему показывать, еще, еще две минутки у меня есть, я могу, наверное, я могу, наверное, сдвинуть, попробовать посмотреть, если он не делся, вот, ну, а, он показывает здесь, а там не показывает, ладно, ну, хорошо, это, в принципе, абсолютно неважно, ну, там, ну, ну, что, ну, фильм показывает, как она работает, ничего интересного абсолютно. Поверим на слово. Вот, значит, ну, здесь это опять, так сказать, модельный, вот, видите, здесь это количественные измерения, которые вот дают, вот, что происходит в CIS и транспортной конфигурации, вот это вот, в транспортной конфигурации, в CIS конфигурации они выходят из канала, который есть, которые вот могут быть. Вот, ну, и дальше у меня просто еще есть та же самая идея с глициновым рецептором, я это просто уберу, мы сделали те же самые модели, правда, тут одиночный канал, очень красивый, но придется, наверное, может быть, на школе вам рассказать, вот, как они работают, как идет модуляция, вот видите, при подаче света, как они выходят из блокированного состояния, идет даже потенциация, вот, это интересные вещи, там идет интересный анализ, который вот мог бы быть, и в конечном итоге мы сделали, провели еще исследование и на срезах мозга, и там это тоже очень замечательно работает, который вот может быть, я просто покажу вам вот кусочек, значит, вот это вот контроль, и мы даем соединение АЗДЗ, оно блокирует, когда мы даем свет, идет медленное увеличение активности, видите, здесь активность увеличивается, они просто такие вот палочки некрасивые, когда их сделать расширить, то есть там это очень красивые синаптические ответы, просто это, ну, медленная развертка, которая есть, и когда мы убираем свет, опять все возвращается, и когда отмываем, все отмывается, таким образом показано на, ну, это количество изменений, таким образом, вот, заключение, фотохромные переключатели, это мощные инструменты для модуляции функций ионных каналов, значит, вот, есть прикрепляющиеся фотохромные переключатели, и есть те, которые, растворимые фотохромные переключатели, они менее специфичны, но они удобны для использования, и вот мы получили, собственно, первый фотоуправляемый модулятор рецепторов глицина, и один из модуляторов рецепторов гамм, вот, который работает через ионный канал, который вот есть, и в самое заключение, я все-таки не могу не показать вам замечательную команду, с которой мы работаем, это колоссальное удовольствие, вот это вот химики из Германии, из Регенсбурга, вот, которые строят нам самые разные модели, которые могли бы быть, вот это вот, сейчас здесь у нас была группа из трех стран, теперь из четырех стран, значит, мы работали с испанцами, немцами и французами, три страны, а четвертая страна, вот, в России, из Казани, вот, это вот две девочки из Казани, которые проводили эксперименты, инвитры сейчас уже с нами, вот, были, вот это вот инвиво на зеброрыбке, который вот работает на головастиках в Испании, и модельщики тоже, которые работают в Испании, вот, с которыми мы обсуждаем, как это может работать. Благодарю за внимание. Спасибо. 41 минута, 56 секунд. Да, но есть время, может быть, для одного вопроса, если у кого-то есть, пожалуйста, Михаил Аркадьевич. А нажмите кнопочку там. Спасибо. Ну, нет сомнения, что для эксперимента в разных вариантах фотопереключатели – замечательные инструменты. А вот ежели это переносить в клинику, как проблемой токсичности, фототоксичности и так далее. Понятный мой вопрос. Да, значит, работает, работает, нормально. Нет, работает, работает. Работает, да? Слышите меня, да? Значит, все это… Дело в том, что я не могу вам очень уверенно ответить на этот вопрос, я вам скажу, почему. Потому что моя психология – человек, который пытается понять механизмы, как все это устроено. Есть люди, которые пытаются перенести все в клинику, но опыт показывает, когда очень быстро стараться переносить в клинику, то это может переносить как раз именно с побочным последствием. Значит, есть дело в том, что сейчас над этим мы обсуждали какие-то… Мы регулярно обсуждаем эти моменты. Управление. Можно управлять не только… Конечно, ультрафиолет – это очень плохо. Сейчас есть добавки туда, которые давляются. Можно добавлять разные кольца, которые сдвигаются в красную сторону. Сейчас в оптогенетике там та же самая, в принципе, вообще довольно проблема, просто нужно сдвигать более в красную сторону, которая может быть. В этом направлении есть вот эти вот вещи. Вот, значит, потом проблема освещения. Как можно освещать, как можно подавать локально. Вот мы в госпитале работаем и работаем вплотную с врачами, которые занимаются больными эпилепсией. Когда я прихожу на заседание, на консордиумы, когда рассматривают больных, я смотрю этих мальчиков, 19 лет, который совершенно чудесно с собой разговаривает. Потом смотришь фотографии, когда он носит, прицепляется в него все эти дрожания, которые в отвещении. Значит, у него 14 ичагов возбуждения, которые вот есть. И вот, и в них сейчас просто вот делают такие вот электроды, электрические электроды, выбирает, какой наиболее тщательный из них, и потом делает выжигание. Выжигает, вот, и улучшение вообще в довольно большом количестве, 80%. Вот, идея заключалась бы в том, чтобы можно, если бы можно было бы сделать, вот, другие факторы модуляции. Вот, я думаю, сейчас вот тщательно думаю над тем, как работать на самом деле не над светом. Со светом я вот с этими вот соединениями, которые мы и сенсоры, хлорные сенсоры исследовали, я с 2001 года работаю. И очень много, так сказать, вот, знаю довольно много об этих вот вещах. Вот, я поигрался со светом, нужно найти какой-то другой фактор, который бы был переключающим. Вот вы показали, вы говорили, фокусируем ультразвук. Вот это вот может быть интересная идея, мы обсуждали это. Фокусируем магнетокруппы, которые бы могли бы быть. То есть нужны поля длительные для того, чтобы вот так, двухфотонная микроскопия, которая работает вот в этом вот части, вот в этом вот участке, если бы можно было бы подавать точно в эту зону, вот, на расстоянии, тогда это могло бы бы работать. А самые вещества, которые они подаются, они не на боли, намного более токсичные, чем 90% фармакологических препаратов, которые люди регулярно покупают в аптеках. Спасибо, еще раз. И мы переходим к следующему докладу.